если сити и свято привет русской оба русские французские или русские для украинец чё так обидел и пишу я тебя русским назвал мир абсолютно я же да ну я отрываю это так отреагировал не отрываясь думки что я принять шеи русские а еще ближайший изображает ничего не понял о чем хочешь поговорить да ни о чем с хорошим человеком без мата обо всем то есть об истории пообщаемся я общаюсь об истории подходит абсолютно за на какую книжечку последний читал по истории кроме учебника и художественной только услышь мой вопрос услышал какую после отвечаю на твой вопрос четко не читал уже на протяжении 20 книг у книжки понял спасибо за честность какой вопрос по истории обсудим если по персонаж любимый мною ну как бы любимый изучаемый степан мазепа иван мазепа а не степан мазепа ты путаешь степана бандеру с иваном мазепы это нормально для русских для россии россия нормально да согласен с тобой полностью скажи пожалуйста свое мнение по этому персонажу гетьман выдающийся гетьман украины просветить но ты не перебиваешь занятие звоняй на первый раз выдающийся гетьман украины что ты еще хотел когда его предал пётр первый нарушил договор договор да да конечно и в соответствии с этим это дало право не ёрнись и пожалуйста да ты задал вопрос я попытаюсь ответить если у тебя другой ответ на твой же вопрос я потом я послушаю до 1 когда начал северную войну с карлом 12 ресурсы тянул с гетьманщины с украины очень большие много казаков гибло особенно много погибло при строительстве питера столицы российской империи будущий вот и поэтому когда гетьман мазепа понял что ресурсов фактически нет что пётр первый вместо того чтобы защищать население гетьманщины он наоборот не надо кривляться не кривляйся как обезьяна понимаешь не хорошо ты можешь кривляться бог с тобой а вот поэтому я закончу фразу а потом ты будешь кривляться не говорить все что ты хочешь мне рассказать не читая последние 20 лет ни одной книги я тебя послушаю и соответственно он перешел на сторону карла 12 но потерпел к сожалению поражение но слушаю тебя расскажи мне как тебя в школе учили что гетьман мазепа это изменник негодяй предал матушку россию правильно не ну слушаю тебя давай поехали украинскую мову с его рианом продать манам азепу давай поехали и пробу учить человека умного хотел поинтересоваться но так ты же там обезьянничал и извини рожу кривил тебе что-то не нравилось моем ответе и я же хочу твой ответ послушать теперь я по обезьянничаю и рожу покривлю в ответ на твои слова она давай свой вариант про мазепу поехали набрался мужести мужести но послуха мы не дуже важная послуха твой спич там до промо ивана мазепу почему такая извращенная информация ты давай свою информацию где я тебя послушаю не надо мне вопросы задавать поехали моя информация которая историю читал когда ты читал лет 20 назад советской школе у нас на 1 и 100 1 и никто не переписал советские времена правду писали да ну поехали давай рассказывай рассказывай и так ты тебя учили что мазепа кто поехали но мазепа кто кто ну твоя информация человек который давай 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 сказал рассказал а ты ну предателем предателем предал предал все предатели не не россию не не короля а собственный народ пред собственный народ как он продал собственный предал собственный народ она объяснить во благо своих интересов а какие у него были интересы а какие были интересы ну ты же рассказываешь я тебе вопросы задаю это человек который хочет попетлять между стройками между королем карлом и российским а для чего ему это нужно чтобы пропетлять чтобы что это тенденция продолжать до сих пор подожди подожди не надо переходить на современность не надо переходить на современность не надо так вот во имя чего мазепа хотел пропетлять между королем карлом 12 и российским царем петром первым во имя чего а ну-ка ся во имя того что человек не обладает своей государственностью как в априори украины как территории государственности как территории этого неба и ну нету сейчас уже все есть людей есть понятие украина ценно-залежная держава это где на современность еще раз говорю последний раз пытаюсь задать вопрос закрой пожалуйста рот закрой пожалуйста рот я попытаюсь последний раз задать вопрос так во имя чего детьми мазепа пытался пропетлять между петром первым и карлом двенадцатым чтобы добиться чего а вот чего добиться хотел он у недель чем не дамил он хотел добиться это его личный прошли вон хотел добиться алю не но если дурачок который уже добиться чего-то это его он хотел добиться во имя чем он добился чего хотел я спрашиваю чего он с твоей точки зрения хотел добиться алю хотел пропить для между два имя чего пропитать ну пропитал и что что он хотел добиться петля не им ты понимаешь вопрос не понимаю в чего он хотел добиться ведь договориться и и с большими людьми хотел добиться какой ты обезьян я прямо я бы обезьянник попал прощай обезьяна воно шею українською мовою говорить виреза треба він шею абсолютно не розумеет говорить плодить эти мифы радянский кроме тоже мазепа изменник но это набир меми який сидит у них в головах мазепа изменник бандера предатель петлюруваны что забула останнім часом вот и вы не понятно кто краина мем любитель путина привет здравствуйте здравствуйте я уважаю уважатель путина уважать за что ты его уважатель ну рост при его правлении видел все его добрые два какие добрые дела ты видел при его правлении построил много школ скоро он построил много школ лично конечно прав ну понял если бы не было путина школы без садики не строились правильно да ну почему но вот я справлюсь быстрее быстрее а без правления было 10 садиков а при его правлении 20 садиков можно и так сказать молодец еще за 100 ты его уважаешь ну все-таки он поднял нашу страну с колен и а на коленях кто поставил вашу страну ельцин до ельцин с какой целью ельцин поставил россию на колени как ты думаешь ну это знаете это предательство и как думаешь все у нас поди вас кругом предатели что же вы так рассуждаете все предатели предал он кого ельцин кого он предал ельцин россии она большая подожди ельцин россию предал до каким образом кому предал в чем заключается предательство ну давайте не будем разбирать эту тему почему не будем не интересно чушь не будем если я спрашиваю значит мне интересно кому он продал предал с какой целью он это делал как ты считаешь ну твои мысли какие-то по этому поводу я не могу насчет него ничего говорить ничего не можешь ты насчет путина можешь говорить вот насчет путина на то что путин зачистил оппозицию фактически оппозицию вас нет или атаки должно быть ты поддерживаешь это нет зачистил оппозицию это не правда это не про него как это неправда кто у вас оппозиция а ну-ка скажи курсу путина оппозиция она ведет себя сегодня таким образом или нет ты мне сначала скажи кто у вас является оппозиции или если это оппозиция в госдуме конечно есть кто всегда есть но так скажи какая партия находится в оппозиция лдпр лдпр в оппозиции курсу путина понял к замечательным это главная позиционная партия не самая главная но одна а самая главная а самая главная нету на это все думают одинаково не 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 Ты сказал, что это ЛДПР не самая главная оппозиционная партия. А кто же у вас самая главная оппозиционная партия? Ну ее уже нету, там хотел создать... А какая была бы? Как-то, блин, не помню. Немцов, в общем, царство ему небесное. Ну я же говорю, вы же зачистили оппозицию и Немцова убили прямо в центре Москвы. И ты говоришь, что у вас есть оппозиция, не смеши мои копыта. Ну, вы знаете, зато сегодня праздник, с праздником вас. Да при чем тут праздник? Ваш праздник ко мне никакого отношения не имею. Я то знаю, а ты вот мне объясни историю этого праздника, ну-ка расскажи. А он начал праздноваться в 65-м году при Советском Союзе, День народного единства. В 65-м году? Где я об этом могу почитать, эту ересь, которую ты несешь? Ну, в гугле. В гугле? Ой, замечательно. Давай загуглим. Давай. Что я должен набрать? С какого года празднуется День народного единства? Что? Давай, ты наберешь ее. Ну, напите так. День народного единства, да? День. День народного единства. Давайте почитаем. Открываем простую российскую Википедию и читаем. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005-го года. Ты сказал, что с 65-го года, да? Где я был? Он по-другому раньше назывался. Как он назывался по-другому? А я не знаю, как он назывался, но он по-другому назывался. Ну, он был. Ну, ты врешь, как всегда, как любой любитель Путина. И есть какие-то доказательства, да, что он праздновался с 65-го года, но по-другому назывался. Наверное, он назывался День Октябрьской революции. Ну, День Октябрьской революции – это что-то другое уже. Так, пожалуйста, найди мне, как назывался этот праздник с 65-го года. Ищу, ищу. Ищу. День народного единства. Да, с 2005-го года вам придумали этот праздник на замену Дня Октябрьской революции. Вы же привыкли выпивать в начале ноября. Надо подержать было это дело. Не всегда. У нас не все пьющие. Я знаю, что не все пьющие, но вы привыкли выпивать в начале ноября, в первой декаде. То вы 70 лет праздновали День Октябрьской революции, настолько привыкли праздновать, что вам заменили Октябрьскую революцию на какой-то День народного единства. Ну, может, не искать. С 65-го года этот праздник не праздновал. Нельзя найти... Точно, чтоб перепутал. Нельзя найти то, чего нет. А вас ведь Виталия зовут? Объясни мне историю этого праздника. Меня Виталий зовут, да. История День народного единства в смысле? Да, что это такое было? Что это было? Наверное, это... У нас интернациональная страна, поэтому сделали общий праздник, чтобы люди могли... Открываешь историю этого праздника. Открой Google, почитай. Так, вот, открываю. И почитай о многонациональности вашей страны. Вы уже 10 лет, если не больше, празднуете этот праздник. Не знаете, о чём он? Ну, что празднуем. Не привык. Что празднуем, поздравляем людей. Главное праздновать. Вам, что День рождения Гитлера скажут, будем праздновать. Вы будете праздновать. Главное поздравить людей. Почему нет? Кстати, День рождения Гитлера, по-моему, в апреле, да? Не знаю, это ж вы знаете. Я не знаю, когда День рождения Гитлера. Вам ближе это. Не, он там рядышком со мной, кстати. Я же говорю, вам это ближе, чем мне. Вы же действуете, как нацисты. Нападая на другие страны. Правда, правда, правда. Неправда, нарушаете международные договора, оправдываете своё нападение на соседние страны какими-то мифическими убийствами русских. А, так, подожди, это мы отвлеклись. Ищи историю праздника. Да, да, вот я смотрю, День народного единства. Так о чём этот праздник? Российский государственный праздник отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. В этот день установлены День воинской славы России. Так в честь чего? Что там суть-то праздника? Многонациональность вашей страны? Суть того, что в День воинской славы, в общем, мы начали праздновать, а его заменили... Да почитай до конца сначала, а потом перескажешь своими словами. А, всё. Празднование. Козьма этот самый, Минин и Пожарский. Дочитал? Да-да, подождите секундочку сейчас. Да, не до сих пор. Некоторые вещи нельзя читать, ну, вслух. Как это нельзя читать вслух? У вас публика большая, не все поймут. Да ты что, у меня все понятливые. Да у вас все, кстати, нацисты в подписчиках, я смотрел. Ой, как замечательно. Вот давай забудем о Дне народного единства, потому что ты не знал, что это за праздник. И давай почитай определение нацизма, а потом скажи, какие у нас нацистские партии при власти. Ну... Без ну, определение нацизма ищем в Википедии. Определение нацизма, ну там что-то такое. Нет, ты ищи сначала, не надо. Ты же даже не знал, о чем этот праздник. Так хоть теперь узнал, а теперь почитай, что такое нацизм. Так, вот смотрим, нацизм. Да. Поехали. Вот тут читай вслух. Ну, тут вот статья в Википедии говорит о том, что это немецкая, тоталитарная, экстремистская, ультраправая, расистская и антисемистская. А теперь объясни, где это все в Украине. Поехали, примеры. Ну, вы знаете... Примеры. На ментальном уровне. Примеры. На ментальном уровне ты балабол обыкновенный, понимаешь, стандартный. Ну, я и не отрицаю. Вы знаете, я могу по балаболе. Обыкновенный балабол, который на всех навешивает ярлыки... Не правда. Ты только что сейчас на украинцев навесил ярлык нацизма. Не правда, я сам украинец. Ты только что на это навесил ярлык на украинцев, ярлык нацистов, не зная даже, что такое нацист. Но я же не на всех ярлык этот вешал, правильно? Ты сказал, что у нас нацисты. Какие нацистские партии у нас привласти? Вот зачем вы такой человек? Вот скажите, для чего вы это делаете? Тем, что нечего выходить в чат-рулетку и просто балаболить. Если ты вышел в чат-рулетку, быть добр, будь добер, как бобер. Свою позицию чем-то подкрепить. А ляпать языком, это только Путин умеет, как ты. Просто типа ляпать языком. Нет, но вы тоже ляпаете языком. Где я ляпнул языком? Что я неправильно сказал? А ну-ка. Что я неправильно сказал? Вы, наверное, хороший педагог. Что я неправильно сказал? Не ляпай языком. Что я неправильно подал? Под подача у вас неправильная. Я же не на экзамене. Давайте по-человечески поговорим. Нет, по-человечески означает, что ты несешь всякую ерунду? ни одного слова подтвердить не можешь. Я тебя заставил даже посмотреть в интернете. Ты не имел представления ни о своем празднике, ни о нацизме. Ты просто ляпаешь языком на фоне террориста Путина. Ко мне вопросы есть? Ладно, всего вам доброго. Пошел курсом русского корабля. Всего доброго. Еще он будет мне доброго. Доброты. Как оно меня оттуда, оттуда их доброта. Это езуиты, блин. Езуиты. И ляпают языком, и ляпают. Это все, что они могут делать, и ляпать своим языком. И больше ничего. Он даже свято не знает, какое у него сегодня. У нас интернациональная страна. И свято на честь интернационализма. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Правильно сказал Владлен Мараев, что с россиянами говорить смысла нет. И есть сенс только просвещать их. Больше ничего. Выслуховывать то, что они несут, просто сенсу нет. Обычай закручать их. Немного. Больше ничего. Продолжение следует...